Здравствуйте дорогие друзья! Как вы поняли из названия, я открыл счет в Interactive Brokers. Это уже четвертый счет у брокеров. Открыто два счета в Тинькове, открыт счет в ЭТБ. И теперь решил, скажем, поэкспериментировать с международным брокером. Возможно на нем остановиться. Хотелось получить опыт и поделиться этим опытом с вами. Сегодня сделаю такой краткий обзор, свое мнение, свое впечатление. За тот период времени, когда я открыл счет, это примерно две недели, открыл счет, ввел средства два раза, совершил сделку. В общем-то появились некоторые впечатления и сегодня ими поделюсь. Начну с того, как открыть счет в Interactive Brokers. Это довольно-таки оказалось просто. В общем-то никаких особых нюансов нет. Помимо того, что брокер американский, есть не совсем стандартные требования по документам, которые в принципе легко удовлетворить. И есть момент с переводом. То есть такое ощущение, что с американского русская версия переведена не человеком, а в общем-то что-то вроде Google Переводчика. И те соглашения, те моменты, которые подписываешь, большие тексты, они непонятные, значит, слова путаны. И вот как переводчик переводит, значит, не совсем ясно. А также и с документами. Когда большой перечень документов, есть не совсем ясные моменты, что требуется. В итоге, значит, ну, в общем-то, это нюансы Google Переводчика. Я думаю, каждый с ними сталкивался. Но открыть счет довольно просто. Это произошло в течение суток. Быстрее, чем я ожидал. Довольно-таки быстро и удобно. Второй момент. Это второй шаг. Ввод средств, чтобы брокером пользоваться, нужно ввести средства. Все не очень просто. Но с другой стороны и не очень сложно. Если процесс обкатать, делать вот средств не часто, а периодически, можно, скажем так, перетерпеть. Интерактив брокерс выставляет счет, на который нужно деньги перевести. Сейчас я покажу. Может быть, здесь можно будет какой-то данный показать. Значит, удобно это делать с Тинькова. Тиньков не берет комиссию за перечисление денежных средств. В течение где-то суток происходит зачисление. Можно переводить это в рублях. И, соответственно, сейчас отобразится. И какие возникли нюансы. То есть, тот счет, который выставляет интерактив брокерс, если его ввести в платежные данные от Тинькова, ничего у вас не получится. Нужно особым образом прописывать основания для перевода средств, менять некоторые реквизиты, сети банка и так далее. Нашел эти данные в интернете, на сторонних ресурсах. В общем-то, все это сделал. И первый платеж 20 тысяч рублей у меня не прошел. Финконтроль его отменил, что было недостаточно. Там еще данных вписано. То есть, я воспользовался информационной статьей. Она несколько устарела. И сейчас были иные требования. В общем-то, я эти требования, скажем так, выполнил. И второй платеж 20 тысяч рублей у меня прошел. То есть, зачисление произошло в течение примерно суток. Далее 20 тысяч рублей на счете хранить не стал. Это был такой первый опробный перевод. Еще перевел 160 тысяч рублей, чтобы уже была возможность какие-то операции совершить. А эти 20 тысяч рублей еще на них приобрел валюту. Произвел такую вот, скажем, транзакцию. Хотел показать вам по комиссиям. Но здесь почему-то у меня не отображаются ордера и сделки. Я находил в мобильной версии, где это отображается. И, по-моему, в веб-версии. Но сейчас вот перед роликом не смог найти, где указываются платы за покупку акций, покупку валюты. Но, как говорится, бог с ним. Я уже их установил. Это такой момент зачисления. Значит, есть определенные сложности. Нужно правильно составлять платежные поручения. Но вопрос решаемый. Я себе в блокнотик сохранил те данные, которые необходимо вписывать. Это можно делать. Есть определенный дискомфорт. У российского брокера нужно просто ввести сумму, нажать перевести. И негативно появляются эти средства. Никаких финконтролей и всего прочего нет. Скажем, в таком упрощенном режиме. Ну и здесь, в общем-то, можно небольшой минусик поставить. Но он довольно-таки несущественный. То есть, деньги ввел. И следующий этап – это приобретение активов, приобретение бумаг. Давайте я покажу, что я приобрел. Приобрел в тот момент компанию Realty Income. Вот она отображается. В принципе, не ошибся. Сейчас появилась прибыль. Тут дней за 10 – 8800 рублей. И, значит, были серьезные в этом вопросе куча были задачи, которые пришлось решать, созваниваться с техподдержкой и так далее. Не пользуюсь торговым терминалом. Знаю, что многие зрители предпочитают именно торговый терминал. Мое мнение субъективно. Я не торгую. Я не сижу весь день перед компьютером. Там стаканы не гляжу. Какой-то интердейс, скальпинг и все прочее. Это не для меня. Я инвестирую средства. Мне проще открыть мобильное приложение. Где-то в пути в машине нахожусь. У меня появились средства. Я зашел, приобрел или продал те или иные активы. Мне не нужно работать с графиком, значит, в каких-то метатрейдерах и во всем прочем. Такой вот субъективный момент. И через мобильное приложение мне не удалось купить бумаги Realty Income. Почему? Сейчас приведу два момента. Значит, первый момент. Выбрал бумагу. Открыл ордера. Точнее, открыл стакан. Кстати, стакан не отображается. Ну, в таком виде вот, в общем, создать заявку. В мобильной версии несколько все в урезанном виде. Имеет несколько другой интерфейс и так далее. Тоже кнопка купить есть. То есть создается ордер таким образом. Сколько бумаг. Сумма и так далее. Ввел вот эти все необходимые данные. И мне написано информационное сообщение о том, что данную сделку они настоятельно не рекомендуют делать. Что, значит, она составлена неправильно. Что, значит, ее результаты будут абсолютно непредсказуемы. Они себя ответственностью снимают. Закрыл эту сделку. Не стал ее отправлять. Засомневался. Хотя все данные ввел правильно. Еще раз открыл. Еще раз все данные ввел. Желаемое количество акций к приобретению. Значит, с суммой все сверился. Все бьется. Все отлично. На счете было порядка 2400 долларов. 38 акций Realty Income выбрал. Они стоили по 59 с копейками. То есть еще большой запас средств оставался. Опять пытаюсь отправить. Опять информационное сообщение, что все составлено неправильно. Они снимают с себя ответственность. Я должен понимать, что это огромный риск. И так далее. То есть тут у меня сомнения еще взялись. Пришлось звонить в техподдержку, что я делаю не так. Хотя, в общем-то, все довольно-таки прозрачно. И выяснилось, что я делаю все так. Но в Interactive Brokers умышленно отображается курс не текущий, а с задержкой в 15 минут. То есть это сделано специально. Чтобы получить курс без задержки, нужно заплатить деньги. Это дополнительная опция. И вот Interactive Brokers предупреждает, что курс тут неправильный. Значит, хотите правильно, заплатите деньги. А то, что вы видите здесь неправильный курс и хотите совершить сделку, это с них снимают все обязательства, скажем так. И инвестор берет на себя весь риск. Меня это, в общем-то, устроило. Я пользуюсь стаканами сторонних приложений. Обсудили все это дело с менеджером. В общем-то, он сказал, что можно нажимать смело «Далее» и принимать это информационное сообщение как должное. Оно будет всегда появляться в мобильной версии. Далее составил снова заявку. Получил опять это сообщение. Пропустил его, что все окей, я согласен с этими рисками. И тут же получаю еще одно сообщение вслед за ним. Тут вообще Interactive Brokers – это сообщение на сообщении. И всегда все неправильно. Всегда какой-то страх нагоняет, что тут огромные риски и какие-то проблемы. Следующее сообщение было в том, что у меня недостаточно средств для совершения этой сделки. Повторюсь, у меня было на счете более 2400 долларов. Сделка была примерно на 2250 долларов. Это подсчитывал само окно. Это подсчитывало, сколько примерно потребуется денег. То есть у меня оставался серьезный запас. И что 2400 недостаточно, нужно 2600. То есть 38 акций по 59 долларов, а получалось 2640 долларов. Опять у меня сомнения. В чем вопрос-то? Как так любой калькулятор, если мы откроем? Давайте это сделаем. 59 умножим на 38. И мы получим 2242 доллара. Что у меня получалось и в огне получалось. Почему для этого требовалось 2600 долларов? Опять сомнения. Думаю, может быть опять какие-то комиссии. Опять нужно что-то заплатить. И я был бы не готов за одну операцию доплачивать 400 долларов. В поддержку опять начал звонить. Не дозвонился. С поддержкой там тоже отдельная тема. В целом дозвониться можно, но не всегда. Не стал совершать эту сделку. Потом прошел в веб-версию. Вот в подобную. И здесь уже ту же самую сделку. Совершил 38 долларов. Ну вот, кстати, средняя цена 59.50. То есть одной сделкой я заходил. Можете это видеть. И здесь вопросов, кстати, никаких не возникло. Я думаю, что там проблемы какие-то. Может быть с приложением. Сегодня дозвонился до поддержки. Этот вопрос им задал. Они ответить не смогли. Почему так? Ну, в общем-то, мы пришли к знаменателю. Что лучше не пользоваться мобильным приложением. Да, они сказали, оно не очень удобное. Там какие-то есть моменты. Лучше пользоваться либо торговым терминалом. Либо пользоваться в веб-версии. Наверное, я так и буду делать. Хоть это не очень удобно. Садиться каждый раз за ноутбук, чтобы совершить какую-либо сделку. Вот такие вот моменты возникали. Непонятные. То есть эти моменты необходимо выяснять. И прозрачность, она гораздо ниже, чем у российского брокера. У российского брокера только необходимые данные. Нет кучи информационных сообщений. С непонятным содержанием наполовину на английском, наполовину на русском. Нет каких-то включений маржинальной торговли. Нет непонятных каких-то начислений дополнительных. В общем-то, возникло много вопросов. Возможно, это только изначально. Дальше, может быть, будет все более прозрачно. Будем за этим делом наблюдать. Значит, про отсутствие стакана я уже сказал. Это тоже довольно-таки неудобно. Я всегда, когда у российского брокера что-то приобретаю, я прохожу в стакан, смотрю, где выстроены стенки, сколько торгуется тех или иных позиций. И это добавляет информативности. То есть через покупку Interactive Brokers нужно будет пользоваться сторонним приложением. По средствам также привел данные, что средства это вводить, это определенный минусик, но несущественный. Гораздо более существенно это дороговизна Interactive Brokers в плане обслуживания. То есть если у вас находится на счете до 2000 долларов, то в месяц обязательный платеж будет 20 долларов. Это почти 1500 рублей. И согласитесь, если имеете на счете 150 тысяч рублей, то 1500 в месяц, это 1%, будет слопывать с вас брокер просто за то, что у вас есть счет у брокера. Если у вас более 2000 долларов, то ежемесячная плата будет 10 долларов. Это 730 рублей. Это меньше, но это тоже сумма очень-очень существенная. Как-то сравнение брокеров проводил. Безусловно, Interactive Brokers является самым дорогим брокером, если сравнивать с российскими брокерами. Тогда имеет смысл, скажем, в нем хранить энное количество миллионов, чтобы незаметна была эта комиссия. Если опять же у вас 200-300 тысяч рублей, 700 рублей в месяц, это очень серьезная сумма списания. Конечно, каждый принимает решение, кому-то может показаться эта сумма незначительной. Но подсчитал ориентировочно, вот сейчас я ввел 180 тысяч, имею Realty Income компанию, компания дивидендная, скажем, высоко дивидендная, более 4% платит доходность. И вот такая грубая прикидка, чтобы содержать просто комиссии Interactive Brokers, мне нужно положить примерно 250 тысяч рублей, вложить в Realty Income, чтобы Realty Income давала дивиденды и удовлетворять, скажем, платеж Interactive Brokers. Довольно-таки прилично, значит, вложить 250 тысяч рублей, чтобы покрывать только комиссию брокера, если говорим о дивидендной доходности. То есть есть такой вопрос все-таки, ну, безусловно, он дороговат. Дороговат для россиян, он создавался, конечно, не для россиян. Это американский брокер, для американцев эта сумма несущественная. Но для россиян, в общем-то, это достаточно приличные позиции. По сделкам, хотел показать, как я уже говорил, но почему-то здесь не отображаются сделки No Interest Traders. Не буду искать. Приведу данные, значит, по обмену валюты. Вне зависимости от суммы, меняете вы 1000 рублей на доллары или 10 000 рублей на доллары, будет 2 доллара комиссия. То есть это примерно 146 рублей. Тоже достаточно много. У российского брокера существенно дешевле. И на приобретение акции, вот я купил в Realty Income, на всю сумму ушел 1 доллар. Это достаточно немного. По итогу, что хочу сказать, по комиссиям, безусловно, брокер дорогой. Не имеет никакого смысла заходить со 100 000, с 200 000, с 300 000 рублей, с 500 000 рублей. Будет очень серьезно ощущаться на, в общем-то, комиссиях, на плате за обслуживание. Но, опять же, мнение субъективное. Кому-то может показаться, что это вполне приемлемо. Далее, что хотел привести, какие данные. Опять же, выходим из дороговизны. Имеем Realty Income на счете. Realty Income платит определенные дивиденды. Возможно, еще ввиду определенного количества денежных средств, бумаг и так далее. Куплю еще ряд дивидендных активов. То есть, если говорим об реинвестировании дивидендов, то их тут неудобно реинвестировать, поскольку, опять же, дорого стоят операции. Если буду реинвестировать вот этот Realty Income тут на 180 000 рублей, тогда сумма в месяц, которая поступает от дивидендов, это порядка 500-600 рублей. Соответственно, чтобы мне эти деньги реинвестировать, мне как минимум за сделку нужно будет заплатить 70 рублей и еще будет списано 700 рублей за обслуживание. То есть, это смысла никакого не имеет. И реинвестировать дивиденды в малых объемах будет очень дорого. То есть, получая 500-600 рублей дивидендами, нужно будет 70 рублей отсюда отдать на комиссию по сделке. То есть, смысла реинвестировать малое количество дивидендов? Нет. Опять же, возвращаемся к необходимости счета. Если он, скажем, 10, 20, 30, 50 миллионов, тогда это будет вполне приемлемо, незатратно. Если же мы говорим о сумме небольшой, тогда очень дорого. И, в общем-то, реинвестировать дивиденды никакого резона не будет. Еще такой момент по комиссиям. Комиссия брокера, точнее, плата за обслуживание уменьшается на комиссию, которую вы заплатили по сделкам. Например, если 10 долларов – это плата за обслуживание, совершили две сделки по доллару, соответственно, их уже заплатили, то придется доплатить брокеру всего 8 долларов. Это такой определенный плюс, но, тем не менее, в любом случае, довольно это дорого. Далее, по поддержке. Общался два раза и пару раз не дозвонился. Вот, в принципе, поддержка довольно-таки адекватная. Есть часы работы, есть бесплатный телефон. Но часть вопросов, там у меня, скажем, пропадали часть рублей. Видимо, куда-то перешло в акции или в доллары. В общем, выяснял этот момент. И русскоязычный специалист, он не смог дать ответ на этот вопрос. У него нет достаточной информации. А чтобы выяснить дальнейшую судьбу, нужно связаться со специалистом. Но специалисты по тому направлению, они, к сожалению, только англоязычные. То есть, с ними не поговорить и никакой пользы от этого не будет. То есть, поддержка, в принципе, есть. Но стоит понимать, что ряд вопросов решаются только на английском языке. Это такой момент достаточно серьезный. Но, с другой стороны, будем надеяться, что не потребуются частые вводы, выводы средств. Что еще хотел сказать, это вот, в общем-то, подытожив минусы, могу сказать, что это неудобно. Безусловно, неудобно. Можете поставить себе приложение Interactive Brokers в тестовом режиме. Посмотрите, как оно работает. Оно действительно очень неудобное по сравнению с российскими приложениями, где есть необходимые опции. Здесь все достаточно путано и неразборчиво. Второй момент. Это дорого. Как я уже комиссии привел. То есть, тут смысла нет заходить с небольшими суммами. Опять же, повторюсь, 5, 10, 20, 30 миллионов. Да, тогда можно и дивиденды реинвестировать. И, в общем-то, эта комиссия будет довольно-таки несущественна. Если сумма у вас небольшая, то комиссия брокера съест, в общем-то, всю вашу доходность. И, наверное, съест ваши деньги, которые вы туда положите. Очень много информационных сообщений лишних. Непонятно, как их трактовать. Половина на английском, половина на русском. Уже стал привыкать, потому что уже все попереводил. Через переводчики ознакомился, с техподдержкой переговорил, что считать важным, что считать неважным. Но на начальном этапе такой момент есть. Следующий минус – это отсутствие стакана, который, скажем, тоже не очень существенный. Но, тем не менее, уже привыкли к российским брокерам, что стакан можно смотреть бесплатно. По вводу средств также есть определенные неудобства. Не очень существенные, но, тем не менее. Все-таки тут кнопочку нажал у российского брокера, деньги пришли. Здесь нужно заполнять платежные поручения особым образом и ждать отсуток. Вот, в общем-то, реинвестирование дивидендов также привел, что малые суммы смысла нет реинвестировать. Комиссия будет довольно-таки существенная. Пора поддержку также упомянул. В общем-то, есть определенная непрозрачность. И по плюсам, что хочу сказать, почему я открыл их в счету в Interactive Brokers. Во-первых, для самостоятельного разбора. Интересно, я интересуюсь инвестициями. Это мое хобби. Мне интересно, как работает данный брокер. Второй существенный момент, который я вижу, это деньги за рубежом. То есть, не все деньги в России. Все-таки я сторонник, опять же, диверсификации. Замечательно, когда есть возможность хранить часть средств именно у международного брокера, в международном правовом поле. Мало ли что может произойти в России. Периодически какие-то есть нюансы. Конечно, риски крайне минимальные, поскольку бумаги все находятся в депозитариях. Вы их собственник и так далее. Но, тем не менее, всякое может быть. Все-таки Россия такая страна в этом отношении несколько диковатая. Сегодня один ветер дует, завтра может быть другой. Это такой вот момент по хранению средств у международного брокера. И плюс еще это более широкий круг активов, которые можно приобретать. То есть, тот же самый Realty Income мы открываем. И видим гораздо больше активов, которые можно приобрести. Доступ к большему количеству инструментов, бирж и так далее. Хорошо это или плохо? Это хорошо, безусловно. Но плюс тоже довольно-таки сомнительный. Вообще, когда открывал Interactive Brokers счет, я полагал, что заниматься этим счетом практически не буду. Открою, буду по возможности добавлять туда средства. Куплю какой-либо ETF и буду в него добирать средства. Он пусть сам по себе деньги генерирует. Но, открыв счет, да, ETF-ов здесь огромное количество. Выбирал их и внутри Interactive Brokers, и на сторонних ресурсах. Для себя никакой ETF положительный не выбрал. Они либо ростовые и очень сильно перекупленные, имеют риски существенной коррекции. Либо дивидендные, состоящие из многих компаний, которые имеют не очень позитивное состояние. В общем-то, ETF-ов, да, выбор огромный, но смысла в них нет. То есть, ничего по итогу не купил. Смотрел европейские компании интересные, которые можно приобрести. Но для себя, опять же, ничего не выбрал. Там сейчас довольно-таки тяжелая обстановка. И боковик, в общем-то, там рассчитывать особо нечего по европейским активам. То есть, по сухому остатку, по количеству активов. Да, активов больше. Но, в общем-то, на Санкт-Петербургской бирже можно купить абсолютно все, что требуется. И никакого смысла нет в Interactive Brokers счет ради этого открывать. Опять же, может быть какое-то иное мнение. Кто-то приобретает какие-то крайне специфические активы в какой-то стране, в далекой. Но, в общем-то, среди тех направлений, которые могут быть интересны, я в текущий момент таких вот активов специфичных не обнаружил, которых не было бы на Санкт-Петербургской бирже. Вот такое вот мнение субъективное. Субъективное, значит, имеет смысл открывать в Interactive Brokers, если не хотите держать деньги в России. Есть у вас какие-либо риски. Возможно, вы планируете уехать за рубеж. Возможно, есть какие-то, может быть, средства, которые вы не сможете объяснить происхождение каких-либо средств для российского законодательства. Только в этом случае. Но, в остальном, так вот подытожу, опять же, субъективное мнение. Многие хранят свои средства в Interactive Brokers. Никого не хочу не обидеть. Но, мое впечатление, это неудобно, это дорого, это бессмысленно. То есть, никакого смысла в Interactive Brokers нет. Просто переплачиваете, получаете какие-то проблемы, получаете кучу сообщений, получаете неудобства и платите огромные деньги за все это. То есть, если планирует инвестор спокойно инвестировать, собрать какой-либо портфель из надежных бумаг, то переплачивать энное количество денег никакого смысла не имеет. На этом, пожалуй, все. Вот такой вот субъективный обзор Interactive Brokers. Если будут какие-либо обновления, что-то будет новое, впечатление, я буду с удовольствием делиться данной информацией. И я думаю, что данная информация будет полезна. На этом, пожалуй, все. Всем удачи в инвестициях. Как всегда, полезные ссылки в описании. До свидания.